привет как дела сегодня мой последний день карантина точнее он был вчера но по постановлению которое мне принесли 31 число мне вписали и теперь включительно я должна еще один день отсидеть но это не страшно потому что сейчас у всей россии карантин и в принципе я никуда выходить сильно и не собираюсь разве что только зайду в магазин так как продукты уже заканчиваются завтра с утра рано пойду в маске в перчатках в свой ближайший супермаркет по возможности если смогу покажу вам и репортаж моего первого дня после карантина ребята 15 день сижу дома ни разу никуда не выходила единственное только открывала дверь когда мама приносила продукта но сейчас и мама засела на карантин так как всем приходится сидеть и поэтому сижу дома и мою полы так как мама собиралась прийти ко мне сегодня вечером или завтра утром не знаю придет или нет посмотрим решила все-таки сделать влажную уборку так-то в принципе мне помогает мой любимый жучок который практически каждый день ползает у меня по дому и которого зовут пеппа вот этот вот маленький жучок который всегда мне помогает глинить полы я его назвала пеппа потому что он не напоминает то что он черненький напоминает мою собачку которая к сожалению уже нету живых но который мне всегда помогала по жизни пока я жила в англии он мне грел душу и вот этот вот тоже черный чувачок греет мне душу и убирает мою комнату так он работает поехали то есть он мне уже все пропылесосил и теперь осталось только помыть полы в зале кстати я уже помыла уже ковер постелила осталась кухня и спальня пошла я и так что нам для этого нужно швабра ведро и так я набрала ведро горячей воды и сейчас будем мыть пол надо убрать мне стул тут вот у меня лежит собака обычно когда мама приходит с нашей общей собакой она сюда ложится вот у меня грозное постановление что я должна выйти с карантина не раньше чем тридцать первое число то есть первое тридцать первое число включительно ну и еще маска с которой я пойду по магазинам моя любимая уже старшая любимый ладно моем полы короче говоря мой пылесос поэтому предварительно тут все уже подмел а тут у меня еще лимончик растет тоже немножечко так и будем жить в чистоте кстати сейчас открыла окно а там у нас на площадке практически уже никого нету дети уже не играют как я вам раньше показывал и все детские площадки перемотаны ленточками запретительными так что так уже и детям нету раздолья выходят дети с мамашками и занимаются просто физическими упражнениями может быть это даже лучше еще немножечко в спальне помолем ну вот помыла полы теперь можно и покушать вчера кстати сварила супчик очень много сварила потому что думала что мама придет и мы вдвоем быстренько с этим справимся но не знаю придет она или нет сейчас как с карантином жестким если дойдет то значит и она угостится так вот сварила супчик вчера из топора получилось как я варила три окорочка и у меня уже столько бульона накопилось а есть практически уже не в холодильнике вот косточки только для моей собаки остались и вот супчик ну еще остались эти консервы всякие супчик сварила что я сюда положила бульон плюс картошка у меня еще там уже вся сморщилась плюс зажарочка из лучка томатную пасту кинула потому что паста у меня есть и вермишельку кстати такой супчик получился вкусный вкусный сейчас разогрею и буду кушать пока мыло полы объявили по всему городу звучал в граммофон голос диктора и говорил уважаемые петербуржцы и гости города пожалуйста оставайтесь дома проветривайте их мойте свои помещения если у вас какие-то первые симптомы возникают сразу вызывайте доктора на дом и оставайтесь дома потому что в петербурге сегодняшнего дня жесткий график карантина самоизоляция должна быть в полном объеме не выходите на улицу без надобности иначе вам может грозить даже уголовная ответственность так что лучше посидеть дома наверное до 5 апреля и никуда не ходить ну разве что в магазин я уже говорила если смогу если позволят мне то выйду я это все сняла и отправила в свое агентство ньюсфлэк и буквально через 10 минут после того как я отправила мне звонят из лондона и говорят по ватсап позвонили я вижу уже что это лондонский номер плюс 44 и я говорю hello мне говорят hello и в общем спрашивают а это правда вы снимали потому что агентство все так работают если какие-то такие реальные события которые они могут запромоутить по всем пресс-агентствам а если я пройду верификацию что да действительно это я снимала что я сейчас нахожусь в питере и в общем они меня запромоутили так вот это выглядит в ассоши этот пресс yahoo msn daily motion generic fits realtors в общем да надо пройти верификацию потому что они когда тебе поступает звонок они видят куда они звонят где ты находишься если ты находишься именно в том и местности откуда ты прислал видео потому что они могут определить геолокацию того файла который прислали и геолокацию телефона человека которому они звонят если это геолокация более-менее совпадает ну допустим я была дома сняла это из дома и 10 минут назад вышла и куда-то ушла то есть если я не нахожусь в 10 минут на и пешей такой или даже на транспорте доступности от того места где это съемка была произведена то да действительно это снимала я а так часто бывает что люди присылают не свои файлы и поэтому они не могут продавать то что снято не конкретно этим вот репортером рассказывали вообще очень много всяких подводных камней вот в этих агентствах и просто так ты не свой репортаж никогда не продашь поэтому я что могу то и делаю на карантине снимаю с балкона снимаю с окна с окна у меня тут все в лентах все детские площадки тоже кстати запромолтили вот второй репортаж отослала они тому же сами более правильный заголовок подыскивают чтобы разослать по всем остальным сми и если кто-то что-то купит то я получу какую-то денежку вот в принципе в основном этими репортажами я и живу пока так что вот так сидя дома я стараюсь что-то увидеть из окна снять и отправить в пресс-агентство это пока что основной мой заработок на ютюбе там небольшие заработки у меня идут на англичанке вообще пока ничего не идет пока у меня не будет тысячи подписчиков я вообще ничего не зарабатываю но продолжаю делать свои ролики потому что мне это интересно надеюсь и вам будет полезна какая-либо из той информации которую я даю ну или просто какие-то эмоциональные разгрузки типа прогулки с собаками или с моей подругой в принципе так весело и интересно я и жила всю свою жизнь в лондоне пока что в питере немножко скучновато но я занимаюсь своим делом и мне это интересно посмотрим как будет дальше надеюсь все скоро разрешится будьте здоровы сидите дома и постарайтесь не унывать это самое лучшее что вы можете сейчас сделать в данной ситуации поэтому не унываем держимся молодцом жить будем не помрем а